всем привет мы находимся в аэропорту курумыч сегодня мы снимаем здесь новое видео бываем всех местах куда обычному пассажиру запрещено пройти это мой друг алексей он сегодня со мной он нереально крутой путешественник посетил 55 стран и практически всю россию очень частый посетитель аэропорта курумыч все знают для чего находишься рамками поискателей который мы проходим но все видели вот эту камеру термометрии но не все знают для чего она для того чтобы выявлять лица и показывать температуру если человек даже прошел то есть если ты с температуры приехал невозможно попасть в аэропорт по сути конечно и если ты еще без маски лишь расскажу тебе такой факт интересная сама не знала вот заметить насколько у нас аэропорт просторный объемный он сделал минималистичном стиле в таких серых спокойных тонах это представляешь неспроста на самом деле когда человек приезжает в аэропорт у него рейс он уже изначально находится в определенной такой в тревоге да он там торопится он боится опоздать кто-то боится летать как раз вот такая атмосфера она ну как бы его успокаивает и еще больше не создает тревогу поэтому вот что целенаправленно наш аэропорт сделан в таком стиле заметил что практически все современные такие строения аэропорта сделаны именно также очень очень много общего похожего а ты обрати внимание здесь нет ни одной лавочки ни одного кресла ни одного сидения я себе больше скажу это сделано специально потому что когда пассажиры приезжают они начинают прощаться своими близкими перебирать чемоданы в общем не торопиться и для этого в специально убрали все сиденья чтобы просто человек пассажир не опоздал на свой рейс посмотри кабину дезинфекции спиртом пахнет что ты в курсе что наш самарский курумыч первый получил в россии 5 звезд кай тракс за соблюдение антиковидных мер удивительно что это не москва а вот эти девушки которые регистрируют пассажиров они называются агентами и главный критерий отбора их это стрессоустойчивость и доброжелательность ваш паспорт и фруктуру аэропорта сделан таким образом чтобы пока пассажир идет от стоек регистрации вверх до предполетного контроля его вещи могут проверить на наличие запрещенных вещей и в случае чего вернуться обратно что знаешь что на самом деле только в россии думают что упаковывают чемоданы они сохраняют свои вещи от того что кто-то чего-то не стырил грузчики уже по именно по этой причине я всегда и упаковал свой но нифига на самом деле их упаковывать чтобы из других чемоданов ничего не протекло не пролилось и твои вещи остались в ценности и сохранности начни с района сделал ты когда-нибудь катался на буханке вот честно говоря до посещения аэропорта курумыч вот этого я даже не представлял что здесь есть такие пернатые сотрудники которые выполняют настолько важную функцию они отлавливают чужеродных птиц которые здесь летают и тем самым защищает аэропорт да помимо современных средств защиты вот эти животные птицы они помогают отпугивать ненужных особей особей ребят но пожары не так часто случаются вы расскажите что вы здесь делаете целыми днями мы как раз занимаемся тем чтобы этих пожаров не было и если вдруг что-то произойдет мы отработали все свои действия быстро качественно и чтобы пострадавших не было время прибытия нашего к месту вызова минимальная поэтому чтобы мы его сокращали мы постоянно в движении постоянно бегаем прыгаем занимаемся спортом и отрабатываем свои действия на тренировку знаете у меня мечта есть да и детская покататься за рулем пожарная машина у меня даже категория c есть можно сожалению у вас не получится сделать это на аэродроме даже городская пожарная часть вас может посадить не за руль а в кабину автомобиля только если вы будете показывать дорогу к месту пожара на аэродроме здесь намного сложнее поэтому здесь посторонних нету но я поняла что вы спасатели отменные а как насчет баскетбола легко ребята я думаю задачи справиться ты знаешь что очень многие самарцы приезжали в аэропорт просто попить кофе потому что первый на тот момент единственный старбакс был открыт только вот здесь в крови чем но это уже такая как традиция но наш аэропорт во всем первый знаешь вот мы сегодня весь день провели здесь и я не понимаю почему люди до сих пор боятся летать как в статистике это самый безопасный вид транспорта но сейчас я поняла что это скорее всего от недостатка информации сегодня мы побывали во всех таких местах где обычный пассажир и не бывает и я поняла насколько вся эта система системная автоматизированная и безопасная за этой безопасностью стоит 1600 человек